Всем большой привет! Наконец добралась я до влога. В общем, что у меня здесь творится? Смотрите, стоит шкаф, лежат книги, там всё отсоединено, ободрано. В общем, решила я поменять карниз для занавесок, потому что все три года, что мы живём в этой квартире, у нас постоянно падали занавески, потому что занавески тяжёлые, карниз слабоватенький. В общем, постоянно они у нас падали вниз, то кошка заденет, то дети заденут. Я уже говорила, ааа, не подходите, как кошку, потому что я устала вешать эти занавески. И, в общем, мне это надоело, и я купила новый карниз. Как раз ко мне приехал папа в гости, я говорю, папа, помоги, пожалуйста, повесить. Начали мы с ним вешать, а для того, чтобы, значит, прикрутить новый карниз, старый там открутили, а для того, чтобы прикрутить новый карниз, нам потребовалось отодвинуть два шкафа. Вот как раз стеллаж и вот этот вот шкаф. Вот. Но раз его надо отодвинуть, значит, надо всё помыть. Плюс я увидела, что где-то отстают обои. Вот. И у нас там вот они уже отклеились. Я уже давно хотела поменять их. Ну и пошло-поехало. В общем, я говорю, папе, сейчас я инститирую, он зачем, оставь ещё, там побудет, приклеить. Я говорю, нет, всё, хватит. В общем, я там всё ободрала. Вот. И теперь нам нужно сделать ремонт. Посмотрите, как она мило-мило спит. Китя. Тишина. Дома никого нету. Можно поспать, да, Киси? Ай, красота. Киси, Марысина, спи. Спи, моя девочка. Спи, моя красавица. Он как хорошо спит. Ой, по зевушке. Везёт тебе, Киси. А у нас сейчас суббота. Я варю обед. Рептишки и бабушки. Глядят там. Вот. Монтирую видео. Снимаю видео. И, наконец, добралась до лука. Купила лук. Два вида. Один уже замочила и положила. Сейчас покажу. Замочила и положила его в пакетик на двое суток. Это по рецепту. Специальный такой рецепт, чтобы лук потом жучок не ел. Из меня огородник-то ещё тот, поэтому я смотрю где-то. У кого-то советы спрашиваю. Вот, сварила картошечки. И думаю идти дальше. Продолжать обдирать обои. Я вчера выстегала. Тюль сняла. И у нас сейчас тут такое. Плаш. Я хочу придвинуть ближе к кровати. Чтобы сюда вмещалась кладильная доска, гитара, ещё что-то. Ну, чтобы не так видно было, да. Потому что он раньше стоял у нас вот так. Вдоль стены вот этой. Вот. Ну, и, конечно, обои поменять. Вот. В общем, думаю сейчас, куда чего ставить. Как чего делать. Какие обои покупать. В общем, смотрите. Вот в этом стеллаже, небольшой стеллаж, да. Ну, киевский. Такой обычный. Вместилось вот столько книг. Как они вместились туда, понятия не имею. Но, в общем, книжек у меня оказывается очень-очень много. Хорошие книжечки купила. Сделаю потом на них обзор по русскому языку. Очень хорошие. Как раз для начальной школы. Вот тут у меня пособие мое делала на педагог года. Ну, у нас в поселке проходил, в нашем районе. Такой чемоданчик. Я раньше работала инструктором по физкультуре. Вот. И делала. В общем, тут система такая. Для того, чтобы побудить детей вести здоровый образ жизни. Заниматься физкультурой. У меня здесь вот такая вот идея. Смотрите. Здесь у меня дни недели идут. Понедельник, вторник, среда, четверг, пятница, суббота, воскресенье. Значит, красным помечены те дни, когда у нас физкультура в зале была. Зелененьким на улице. И вот детки сами должны были передвигать. Какой день. То есть, они учатся определять день недели. Вот. Затем у меня здесь есть вот такие вот пособия. Это я придумывала сама. Делала его тоже сама. Вот. Есть такие два мальчика. Которые нужны для того, чтобы детки сами определяли, какую спортивную форму одевать. То есть, если у нас занятия в зале, они ставят вот этого мальчика сюда в кармашек. Вот. Сюда он ставится в кармашек. Если на улице, значит, вот этого мальчика. И по временам года. Видите, разные времена года. Вот. А здесь, значит, детки, фотографии детей. То есть, они сами меняют очередность. Значит, допустим, неделю так. Затем первый передвигается на последнее место. И вот так они все двигаются. То есть, чтобы каждый ребенок почувствовал себя лидером. Чтобы каждый почувствовал себя значимым. Вот. Такое вот пособие. А сюда вставляются в кармашек те детки, которых нет. Вот. А с обратной стороны я вкладывала сюда тоже информацию о различных видах спорта. В общем, интересное пособие. Может быть, когда-нибудь оно и пригодится. Но я все-таки взяла его с собой. Не оставила в детском саду, потому что это моя разработка. Вот. Так вот. В общем, мне кажется, интересно. Всем большой привет. Стою в сарайке. Кстати, вернее, спереди меня огород. Здесь у нас огороды совместные. Ну, как у каждого, своя полоса. И сегодня у нас такая жрища. В общем, Топи мне принес шляпу. А вот я красила доски, сажала лук. И, в общем, мне уже жарко. Маша у нас приболела. И пойду сейчас домой ее проверять. Что ты тут делаешь? Играешь в песок. Играешь в песок? О, у тебя тут кухня. Мы находимся в огороде. У нас здесь смешанные огороды. То есть на одном участке много-много огородов, которые к каждой квартире идут. Вот у нас здесь сарайка. Мы еще в ней не убирались. После зимы здесь все сброшено. Маша у нас немножко приболела. Садик пропускаем. Не ходим пока, чтобы никого не заражать. А я сейчас буду сажать лук. Вот наш участок. По сравнению с другими, он, конечно, самый такой неухоженный. Сижу, смотрю сейчас, что мне еще надо посадить. Я уже говорила, огородник из меня еще тот. Вот, что это, наверное, такое. Это свекла, королева осень-морковка, еще свекла, еще кабачок цукини, петрушка и морковка. Это мне соседка отдала, у нее остались спины. И я с большим удовольствием их петела очень. Надо посадить. Вот, я пошла сажать лук. И на спине у меня желтое пятно. Это от того, что я не могу что-то красить и не покрасить себя обязательно. В общем, я измазала себе футболку сзади, потому что почесала спину кисточкой, обратной стороной кисточки, испачкала себе штаны. Вот, и сейчас, смотрите, какую красоту Маша мне слепила. Ну, рассказывай, где что? Это кубик, это что-то, это хлеб какой-то, это что-то. Пироженки, в общем, да? Здорово. Вкуснятина. И букет у меня тут стоит. Это я. Это тоже Маша мне сделала. Да? Мы сегодня с Машей целый день. Мы болеем. Болеет Маша, и мы в огороде, да? Целый день. Да. В общем, я вся в краске. Сейчас покажу, что я делаю. Мне же мало было снять гардин в комнате, да? Мне же надо начать ремонт. В общем, начала в комнате ремонт. И, в общем, начала в комнате ремонт. Но из комнаты же надо вещи сразу разобрать куда-то в другое место, аккуратно сложить. А чтобы аккуратно сложить, надо, чтобы и в этом месте было аккуратно. В общем, решила я добраться и до балкона. Вот эту часть я уже покрасила. Эту часть покрасила. Там еще не полностью, потому что я хочу заливать полбетоном, выравнивать, потому что там неровно все. Даже к стене нельзя притвинуть шкафчики. Вот. И здесь пока тоже он все черное. Помните, какого цвета был у меня вот этот шкаф? Он был такого розового персика, вот цвета какого-то, непонятно. В общем, я его перекрасила. И стол свой я перекрасила. Вот здесь еще только надо беленьким покрасить. Вот. Гордины мы повесили. Не видно, темно. А вот. В общем, гордины мы повесили. Надо будет купить новую занавеску. Надо будет купить обои. Там ободрала угол. Здесь еще ничего не обдирала. Стеллаж тоже вот здесь вот покрасила. Серым. И хочу сделать в светлых тонах комнату. Таких спокойных. Серо-белый. И потом просто яркие акценты. Подушечки какие-нибудь сделать красивые. Желтые. Может быть, какие-то голубые. Ну, вот, мне кажется, сочетается. Здесь у меня лежат книги. Вот из этого стеллажа. Из этого ничего не вытаскивала. Так подвинули. В общем, работа на все лето. Вот стены. Расскажи, что это? Это дом. А кто в нем живет? Нет. Самолет. Самолет летит. Он не попал в кадр еще. Я знаю. Самолет. Полетает с андомом. Смотри, какой самолет большой, домик маленький. Дыжи, дыжи, дыжи. Тебя, посмотри, какая большая тебе. Угу. Бужу. Бужу-бужу. 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 Трофим, я бы сама с радостью больше тебя не пускала. Не пускай. Но надо доходить. Надо довести дело до конца. В общем, доделывай. Маша рисует. Я же на серой ладони. Рисовала. Еще костюка. А мама разбирает все. Вон мама тоже красила ящик. Ну, вот так смотрится стол с этим пеналом. На видео он выглядит потемнее серый цвет, а так он посветлее. Плюс еще сейчас вечер, в комнате темно. Вот, сняла вот эти полки, вот эти вот, которые у меня висели вот там. Одну полочку повесила на кухню под магнитную досочку. И сложила туда машины принадлежностью для рисования. Ну, а сейчас мы ложимся спать. Всем спокойной, спокойной ночи. И до новых видео. Всем пока.